Здравствуйте, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вас познакомить с удивительной коллекцией обоев, посвященной прекрасной эпохе двух веков Шенуазри и тем временам, когда каждый дизайн создавался вручную и являлся результатом кропотливой работы мастера. Коллекция называется «Шелковый путь», выпускается она фабрикой Лаймина. В процессе работы над изданием художники с трепетом восстанавливали каждый антикварный фрагмент, самому ценному из которых более 300 лет. Итак, я приглашаю вас в путешествие по пути, когда-то связавшую Восточную Азию со Средиземным морем. Как я уже упомянула, каталог посвящен стилю Шенуазри и особое внимание уделено фактуре натуральной шелковой ткани. И у нас с вами есть возможность полюбоваться этой красотой, воссозданной на флизелиновых обойных полотнах специалистами фабрики Лаймина. Стартует каталог с панно под названием «Императорский сад». В колористике «Золотое солнце». Рисунок в технике «Декупаж» нанесен на гладкую текстуру, имитирующую дикий шелк. И к основному мотиву можно подобрать фоны с такой же текстурой в бежево-коричневом, лиловом и сизо-синим оттенках. «Императорский сад» в колорите «Лунный свет». Приглушенная светло-серая гамма тонко передает ощущение, что цветы на рисунке окружены прохладным серебряным сиянием лунного света. И дополнительные фоны. Бежевый оттенок с зеленоватым отливом, приглушенный серовато-зеленый. Само полотно матовое с немного переливающимися ниточками. И та же текстура в серо-синим оттенке. Переходим к следующей колористической подборке с императорским садом во главе. Называется оно «Молочное стекло». И это цветовое решение вдохновлено стеклярусным кабинетом в китайском дворце императрицы Екатерины II. Стены в кабинете декорированы искусной вышивкой в стиле шунуазри из тончайших шелковых нитей и перламутрового стекляруса. Оттенки в подборке очень нежные, бежевые. Здесь беж с персиковым отливом, а здесь практически белый. Здесь подборка бархатистых пастельно-розовых оттенках чайной розы императорского сада. Замечу, что дизайн «Императорский сад» выполнен не просто по мотивам в стиле шунуазри, а именно восстановлен из фрагментов оригинала конца XVII-начала XVIII веков. То есть сюжету более 300 лет получается. И еще одна колористика. Теперь в оттенках специй, которые в те вдалекие времена в Европе ценились не меньше, чем китайский шелк. Специи стоили дороже золота. И мы с вами любуемся полотнами в оттенках из смеси куркумы и кардамона, черного перца, корицы. И данный оттенок основного мотива, помимо смеси специй, еще может ассоциируется с мускатом орехом. Следующий колорит посвящен желтым оттенкам. Ведь именно из золотистых тканей шили наряды китайским императорам. Это символ величия, благородства, процветания. Такие теплые, сочные оттенки золотисто-желтого и коричневато-горчичного. Переходим к ночному небу над императорским садом, глубокому темно-синему оттенку, таинственному и романтичному. И сочетать основной сюжет можно и с синими оттенками в более светлом варианте, и тон в тон. И переходим к следующему сету под названием «Воробьиные тайны» и обоим с текстурой под джутовое плетение. Очень жизнерадостный сюжет из китайской живописи, символизирующий согласие и единение. К основному мотиву можно выбрать или фон с текстурой «Дикий шок», или вариант под джутовое плетение. Здесь подборка в серых тонах, также с двумя видами текстиля в качестве фона. Здесь универсальная бежевая гамма. Сюжет с щебечущими воробьями восстановлен из образца XIX века после шести месяцев кропотливой реставрационной работы, позволившей передать каждую мельчайшую деталь исторического рисунка. И очень удобно, что дизайнеры дают возможность варьировать текстуры компаньонов. Здесь голубоватая гамма, очень нежная, воздушная. И, мне кажется, просто идеальный вариант для спальни в стиле шинуазри. Здесь кофейные оттенки и текстур, и основного мотива. Светло-коричневые, очень теплые и модные. Оттенок Тауп уже не первый год пользуется огромной популярностью при оформлении интерьеров. И мы перешли к следующей подборке, где в качестве основного сюжета обоев представлен мотив под названием «Дикая роза». Абсолютно гладкое полотно, матовое, и в очень изысканных оттенках горького шоколада. Здесь также появился еще один фон, который называется, как и сама коллекция, «Шелковый путь» с блестящими ромбами на матовой текстуре под текстиль. Очень красивый земляной оттенок у фона «Дикий шелк». Здесь розоватая тона и фона, символизирующего «Шелковый путь», и сюжет с «Дикими розами». Почти белый вариант полотна под шелк. Та же текстура розовато-коричневая. И коричневый немного отдающий фиолетовый. Здесь «Дикие розы» на приглушенном бежево-желтом фоне. И несколько оттеночных вариантов компаньонов можно сюда подобрать. И такие светлые бежевато-розовые и «Дикий шелк», и текстура с ромбами. Здесь текстура больше в персиковый оттенок отдает. Вообще ромбы в качестве символа «Шелкового пути» в коллекции тоже выбраны не просто так. Это одновременно и фактура китайского жаккарда на основе шелка, и арабески, и садовые шпалеры английских садов, и тут же в подборке сами благоухающие цветы. Этот геометрический орнамент, как и сам «Шелковый путь», служит такой связующей нитью Востока и Запада, Азии и Европы. Все очень и очень символично. Здесь еще одна светлая гамма в бежевых и голубовато-серых тонах, приятных глазу и очень изысканных. Полотна выполнены из плотного флизелина. Тактильно поверхность напоминает такую бархатистую бумагу. И еще один сет из цветов геометрии и благородного текстиля в не менее благородных оттенках персикового, бежево-серого и две текстуры коричневато-серые. Здесь серый дикий шелк похолоднее, дикие розы на серо-зеленом фоне и отлично к ним подходящие оттенки компаньонов. Также в зеленовато-серых тонах, посветлее и потемнее. И очень гармоничные ромбы. Довольно сочная палитра из зеленых бутылочных оттенков и теплые охры. Дизайнеры придали особой роскоши основному мотиву, поместив рисунок на блестящий золотистый фон. И несколько компаньонов подшелк представлены в качестве выразительной и гармоничной поддержки. И на этой блестящей ноте каталог, к сожалению, завершился. Напомню, что обои из чистого флизелина, ширина рулона 1 метр. Флизелиновые обои просты в поклейке и уходе. Они пропускают воздух, а это значит, что под ними не образуется плесень. Они абсолютно экологичны и подходят даже аллергикам. Я надеюсь, наш видеообзор оказался для вас полезным, и вы порадуете нас комментариями и лайками. Подписывайтесь на наш канал и обязательно приезжайте за покупками в магазины отделочных материалов Домикс. А мы уже готовим новый видеообзор очередной красивой новинки. Спасибо, что уделили нам время. Всего доброго!